Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями от использования часов Huawei Watch Fit. Пользуюсь я ими уже две недели и есть о чем вам рассказать. Для начала давайте расскажу про цены. В официальной продаже они стоят 8500 рублей. Недавно их, кстати, можно было купить ровно за 7000. На момент записи этого видео скидка на них 1000 рублей. Ну то есть за 7500 их можно будет купить с официальной гарантией. Чтобы далеко не уходить, давайте я сразу озвучу основные характеристики. Тем более они расписаны на обратной стороне. Итак, что из себя представляют данные часы? Во-первых, я хочу отметить экран и записать сразу его плюсы. Экран имеет диагональ 1.64 дюйма. AMOLED матрица. Высокое, кстати, здесь разрешение 456 на 280, что дает нам плотность 326 ppi. То есть шрифт прекрасно читаем. Каких-либо пикселей заметных нет. Далее, производитель указывает высокую автономность. По характеристикам до 10 дней, в режиме GPS до 12 часов. Что я получил на практике? Я их тестировал в нескольких режимах. Значит, в первом режиме автономность была до 5-6 дней. При этом был включен постоянный замер пульса. Была часовая тренировка через день, но без использования GPS. Отслеживание сна также я включил. Естественно, они были подключены к смартфону. Уведомления также все приходили. Разряд в среднем за сутки в данном режиме составил 17-19%. Второй режим. Автономность до 7-8 дней с выключенным автозамером пульса. Но также была часовая тренировка через день без использования GPS. Отслеживание сна также я включил. То есть, по факту, выключен постоянный замер пульса. В этом режиме в сутки разряд составлял 12-13%. 10 дней, которые указывают производители, вы вполне можете достичь 9-10 дней, если не будет у вас никаких тренировок. Выключите постоянный замер пульса. Далее, по характеристикам есть GPS, соответственно, пульсометр. Причем имеется возможность замеры уровня кислорода. Давайте я вам продемонстрирую. Для этого, собственно, вот видите, используется соответствующий датчик. То есть, он горит не зеленым, а таким вот желтым-оранжевым цветом. Пока он измеряет акселерометр, гироскоп, также здесь присутствует. И что мне понравилось, имеется датчик освещенности. То есть, яркость экрана меняется в зависимости от окружающего освещения. Ну, вот, собственно, замер он произвел. Вместе с ремешком он весит всего лишь 35 грамм. Часы легкие. Давайте я застегну ремешок, вы посмотрите. Ремешок силиконовый, съемный, кстати. Хочу это отметить. На Алиэкспрессе я уже видел сторонние ремешки. К сожалению, выбор небольшой, но тем не менее, что-то приобрести можно. По-моему, даже есть тканевые. Что касается ремешка, здесь хочу немного дополнить. Чтобы его снять, нужно эту заглушку именно вытянуть. То есть, не вдавливать ее. Давайте попробую это сделать. Нужно, соответственно, ногтем подцепить. Вот мы его вытаскиваем. И снимаем ремешок. Так все это дело выглядит. А корпус, кстати, вот эта вот рамка, это не металл. Хотя выглядит, ощущается, как металл. На самом деле, это пластик. Здесь вы видите отверстие. Это микрофон, но в российской версии он не работает. В китайской версии он нужен для своего ассистента голосового. По габаритам. Толщина их 10 мм. Если бы точным, 10,7 мм. Ну, то есть, сами часики небольшие. Очень понравилось то, что экран имеет такое вот закругление. Далее, по характеристикам. Здесь стоит Bluetooth 5 версии. Кстати, хочу отметить, что часы очень хорошо держат сигнал. Я их подключал к OnePlus 8 Pro. И в дальней комнате, даже если смартфон я оставляю в рабочей, ухожу на кухню, они, на удивление, держат связь. Это мне понравилось. В комплекте, естественно, идет данный кабель. А по зарядке заряжаются они довольно быстро. В районе часа. Причем, за первые 30 минут они заряжаются до 70%. Далее. По вибрации. Что я хочу вам сказать. К сожалению, вибрация здесь обычная. Есть несколько режимов. Слабо и сильно. Сильная вибрация ощутимая. То есть, если будете использовать их в качестве обудильника, то не проспите. В этом плане все хорошо. Но, опять же, сама вибрация мне не понравилась. По интерфейсу давайте быстренько покажу вам, что к чему. Сверху шторка. Отсюда, кстати, можем перейти в будильник. Добавить новый. Одна, единственная механическая кнопка. Действие назад. Еще раз нажимаем на главном экране и попадаем в список всех приложений. Что здесь есть и что мне понравилось. Если мы говорим, например, про таймер, то он работает в фоне. Плюс, плюс. Далее. Назовем это вкладки. Их можете настраивать непосредственно на часах. Слева я вывел музыку. Справа сон. По сну вопросов нет. Мониторят точно. По крайней мере, время, когда засыпаю и просыпаюсь. Также показывают разные фазы сна. В этом плане у Huawei всегда было все хорошо. Далее. Снизу уведомления. Многим понравится то, что шрифт здесь большой. Так, таймер вот он. Закончил. Шрифт очень большой. Все прекрасно читаемо. Но работа с уведомлениями у Huawei, как всегда, не очень хорошая. То есть, вы не можете ответить, только можете их очистить. С этим мы разобрались. По циферблатам стоит стандартный. Он настраивается. Зажимаем настройки. То есть, вы можете выбрать различные пункты. Они все активны. То есть, мы нажимаем сюда, переходим в тренировки. Кстати, по тренировкам. Здесь есть несколько тренировок. По-моему, 12. Которые... Давайте я покажу, например, на этом примере. Здесь визуально показывается сама тренировка. То есть, что вы должны делать. По скорости работы. Не скажу, что они супер быстро работают. На мой взгляд, где-то, наверное, 30 FPS. Отрисовывается интерфейс. Ну, вот, собственно, анимация. Очень много других тренировок. Бег на улице. Причем, вы можете выбирать различные цели. Это расстояние, время, калории. И так далее. Напоминания. Интервал. Пульс. В общем, настройок здесь реально много. Нажимаем. Так, пошла тренировка. И здесь есть на отдельной вкладке возможность управлять музыкой. Это плюс. Понравилось, как реализована погода. То есть, можете посмотреть текущее значение. Также по часам. И на следующие дни. Все очень удобно. В этом плане вопросов нет. А по сторонним приложениям. Таймер я вам показывал. Есть секундомер. Музыка. Дыхательные упражнения. Стресс. Сон. Активность. Кислород. Тоже вам показывал. Пульс. Тренировки. Посмотреть записи. Поиск телефона. Фонарик. Вот так подсвечивается экран. Яркость экрана. Опять же, по моим ощущениям, меньше, чем на Xiaomi Mi Band 5. Но, в принципе, на ярком солнце все более-менее читаемо. Как я вам сказал, есть датчик освещенности. Не надо регулировать яркость в ручном режиме. Все регулируется автоматически. По тренировкам. Давайте я вам покажу, как выглядят записи. Так, показывает расстояние, время, скорость, пульс, зоны пульса. То есть, довольно подробно карту можете посмотреть непосредственно в приложении здоровья. Вот Huawei. Датчик, кстати, реагирует хорошо. На поворот. И экран практически моментально включается, как можете видеть. Ну, давайте я вам расскажу непосредственно про использование часов в качестве пульсометра. Так выглядит датчик. Довольно ярко светит. Но, к сожалению, по точности не все так хорошо. Например, первые 20-30 минут тренировки он показывал пульс в районе 70-90 ударов. Потом уже начинает поднимать его, но все равно результат отстает от нагрудного и изменяется запозданием. Ну, для наглядности, давайте я вам, собственно, покажу записанное видео. Сравнивал я, опять же, его с нагрудным. Итак, подключил нагрудный. Показывает он 88 ударов. Здесь еще тренировку не запустил, но видите, то же самое, 88. Итак, сделал второй подход. Нагрудный показывает 146, 144. Так, давайте я тут положу, и мы посмотрим, что здесь. А здесь почему-то 72. Какого хрена? Так, еще один сделал. 150, 148, а здесь 76. Причем я часы чуть-чуть сместил ближе к запястью. 76. 74. 138. Четко показывает, как есть. Было 150, не занимаюсь, пульс падает. Логично? Логично. Так, это 15 минут прошло. 126. 75. Ну, в чем проблема? Почему Galaxy Active 2 может, Apple Watch может, а куча фитнес-браслетов, часов не могут? Только спустя полчаса, пульс начал повышаться здесь, 109, 108 ударов. А я уже тренируюсь полчаса. Так он держался 70-90. Так, 40-ая минута тренировки. Этот показывает нагрудный 130, 129, здесь 128. Смотрите, одуплился, скажем так. 130, 127. Уже похоже. Короче, видимо, задержки существенные. Потом вроде бы как нагоняет. Итог. Спустя час тренировки, Watch Fit, средний пульс 96, максимальный 128. Нагрудный, средний 119, максимум 154. Ну, как видите, разница существенная. Еще раз повторюсь, почему-то первые 20-30 минут он практически не реагирует, показывает пульс 70-90 ударов. Потом только начинает его фиксировать, поднимать. Тем не менее, вот нагрудного все-таки он отстает. Имейте это в виду. А вот что касается работы GPS, работу я проверял в городской среде, катаясь на самокате. Часы, естественно, были отключены от смартфона, чтобы GPS использовался непосредственно в часах. Катался с остановками, то есть периодически там останавливался, снимал, что-то фотографировал. Как раз вот сейчас тестирую Xiaomi Mi 10 Ultra. Обзор выйдет немного позже. Слева вы видите полный маршрут. По центру в приближении ехал вдоль набережной и затем был уход влево к храму. Траектория показана верно, с минимальными погрешностями. Справа маршрут был вдоль Нового Арбата, затем перешел дорогу и довольно точно он показал траекторию движения. Короче, именно к рабочей GPS у меня вопросов нет. Показывает достаточно точно, с небольшой погрешностью, то есть их вполне можно использовать для построения маршрута. Давайте подведу итоги по данным часикам. Что мне понравилось? Во-первых, экран, наличие датчика освещенности, то, что не нужно регулировать вручную яркость. Большой шрифт, хорошая автономность, то есть хватит как минимум на неделю. Это, конечно, не бипы, но тем не менее с таким экраном опять же автономность неплохая. Внешний вид, как они смотрятся на руке, то, что стекло закруглено, легкие, никакого дискомфорта нет от их использования. Хорошая, очень хорошая работа GPS. Мне понравился пульсометр, к нему есть вопросы. Конкретно в моем случае он не очень адекватно работает. Если вы ими пользуетесь и у вас есть возможность тоже проверить пульсометр, например, с нагрудным, то напишите в комментариях, как он у вас реагирует. А так, часики неплохие. Опять же, если покупать их со скидкой, то они могут быть хорошим вариантом, но, опять же, для пользователей, которым не нужно много возможностей. То есть оплаты, к сожалению, нет никакой. Динамика тут тоже нет, то есть разговаривать по ним у вас не получится. Но вот, пожалуй, все, что хотел рассказал. Если будут вопросы, пишите в комментариях. А далее по обзорам у меня есть вот такие вот часики. Это OPPO Watch на Android Wear. Я их тестирую. Обзор выйдет позже. Может быть, через одну-две недельки. И также ждите обзор на Xiaomi Mi 10 Ultra. Все, всем пока!